мы продолжаем найти вот этот момент как бы при люди такая вот тому что вот есть есть нужды очень большие нужны я бы хотел бы сейчас вообще от вас услышать чтобы вы что вы думаете о том чтобы что необходимо просто сделать мы определили что есть проблемы понимаем что вот может быть ученичество одно из ситуации которая у нас страдает а вот конкретно чтобы что вы думаете о том что можно было бы сделать потому что фактически не все же а будет тел те теологами умеющие обучать правда ну не все но что то что что то должно произойти что необходимо примерно сделать вот пару рук если у вас есть такое нет не надо не надо не надо организовывать гонения давайте такой вот надо надо создать гонения да вы поймите то мы молились то мы молились о пробуждении тема молимся о гонении и поскать вы определитесь что вы хотите сделать но но вы слушайте желающие жить благочестиво будет гонимо услышьте гони да гони гони не нужно устраивать на тех кто хочет благочестиво жить они уже так вот да будет гонимо потому что всеми людьми да вот за праведность отступники или же те кто верующие они уже суждаются осуждаются своими делами потому что их дела идут след за ними для для нас как служители например знаете вот я лично для себя вот нашел так несколько вещей что я убежден что нам необходимо иметь структуру или же возможности воспитывать учеников как это сделать это другой вопрос кто-то делает через домашний групп кто-то делает через семинар кто-то делает через проповедь с прямо с сби от ну где от забимая стояда вопрос что эффективно что сегодня может быть эффективно как сегодня сделать так чтобы людей которые бог нам дает жизни мы смогли бы не переубедить в том что он грешник потому что по ними поймите что люди будут соглашаться они тоже преступники они против бога согрешили если лгали обижались клеветали тогда ты бы скажешь что не клеветал ли там не обзывался не бухал не там что-то еще да 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 вот в этом она покаяться он скажет ну господи прости а дальше вот дальше как дальше быть вы понимаете где вот у нас как появилось такое поверхностное христианство такое некое некое поверхностное состояние где человек при всяком согрешении идет либо к батюшке либо пастырь его тогда согрешил то есть отпустимые грехи ну надо что-то по-другому делать какие ваши предложения вот вот могут быть смотрите я вас снова сейчас вернусь к тому что вот уже говорила что без личного посвящения освящения от господа с этим лидером вот так глубоко ничего не произойдет чтобы он мог работать с человеком если не будет этого посвящения то он как идейный человек христианин он будет подавать идеи будут организовать какие-то мероприятия как можно воздействовать допустим на учеников как с ними работать но не более того там успеха не будет но когда будет вот это личное посвящение освящение и освящение от господа вот этот лидер через него будет много сделано очень много и конкретно согласен да вот вот возьмите микрофончик туда но это просто записывать вы бы что иначе будет как пустота получается я думаю что нужно организовать обучение основам веры потому что я помню что я вот на этом основывалась вот у нас было в нашей общине обучение основам веры вот я сейчас поняла почему вот так нужно чтобы наши молодые верующие могли понимать на чем вообще стоит вера в христа на нем как на камне но если вы еще вспомните а еще одну одну один момент что в наше время вот девяностые да там не было интернета не было да и это было чудесно другими словами другими словами жажда вот узнать об основах веры как далее было намного выше чем сейчас сегодня они они говорят а я спешу мне на работу я в интернете посмотрю дарри каприца почитаю но почитал но почитал и все а а шо там она говорится как это за но да то есть объяснительные какие-то части да ну я думаю что обучением вроде бы как мы в любом случае это всегда на то совершенствование нету пределам но я думаю что найти если сравнить такую ассоциацию нарисовать картинку то голова большая ноги маленькие если разобраться если разобраться вот много знаем но мало делаем я думаю что надо просто делать а что делать есть куча служений и надо там надо становиться в служении надо начинать что-то делать что-то это и так саркастично говорю надо надо занимать какое-то место надо занимать какое-то служение надо начинать служить только так ты можешь реализовать и знание и только так ты можешь начинать возрастать все я спрошу вас только это я вас прошу просто простую вещь простую очень простую вещь как как многие из вас при всех обстоятельствах и сохмолиться. Вслух. Вот. Да. Нет, 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 нет. Послушайте, я могу в духе постоянно быть. А вот, знаете, вот мы пришли к нам друзья, например, да, вот мы общаемся или же мы говорим, давайте сейчас помолимся, мы разойдемся, встанем на колени, призовем имя Господне, чтобы Бог благословил вас. Как сколько раз мы, будучи в гостях и так далее, мы осознаем, что нехватка, например, молитвы, дисциплины в молитве, да, оно мешает нас, то есть она делает нашу жизнь очень такую жидкую, жиденькую. Например, вы пришли где-то, сели в кафе, да, с друзьями попить кофе. Кто из вас молится перед тем, как вы пьете кофе. И об этом, простые вещи, вот услышьте меня, простые вещи, написано во всем, что вы не делаете, даже с неверующими, даже не с неверующими, даже с неверующими. Я знаю, что это сложно, я понимаю, что это сложно, вот подсознательно, я понимаю, что это сложно, но я вам скажу, это то, что помогало подпольной общине, то есть нам быть, ну вот, сильными. Это то, что у нас утверждало нашу веру, то, что вот мы говорим, утвердиться в вере, да, вот мы были такими. У меня были друзья, которые, я был пацаном еще, как бы, на заре пробуждения Щиткова не было, там мы только молились. Я помню, когда я приходил к своим друзьям, хозяин дома, хозяин дома, утром, все мы покушали, помолились, утром мы встали, все в доме пошли на молитву, никто ничего не об этом, все, время помолились, потом все покушали, хозяин дома уходит, встал на колени и говорит, Господи, если я не вернусь домой по какой-то причине, я верю и прошу, чтобы ты позаботился о моей семье. Он возражался с работы, становился на колени, говорит, Господи, спасибо тебе, что я вернулся в свой дом. Почему Мизуза стоит у евреев на доме, на косяках, знаете, нет? Нет, потому что, потому что, да, типа, знали, где евреи, да, типа, живут, да? Внутри, внутри там отревок Торы, то есть, фактически, там есть благословение Аарона, да, в основном, но часто это такое. Когда он уходит из дому, он прикасается к ней и говорит о том, что благословен тот, благословляющий мой выход и вход. То есть, понимаете, да, он надеется на Бога, молитве, что он уходит туда с ним, он возвращается, опять прикасается, благодарим, что он вернулся домой. Момент такой, как бы, религиозная жизнь, да, но при всем она утвержденная в Боге. Как многие из нас, да, вот, вот Мезуза, это еврейская, вот она висит у нас на дверях, я не говорю, что мы вообще целовали ее там, да, самое, прикасались к ней, но это как некоторое напоминание нам, да, если у нас вообще подсознательно нету твердости, даже простой, 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 маленькой вещи, вот молитве, попробуйте практиковать себя дома, просто попробуйте попрактиковать, уходите, возьмите себя, заставьте себя остановиться, остановиться перед, перед тем, кто уходит, думает, Господи, как бы я не спешил, я знаю, что ты мой Бог, ты моя защита, я прошу, благослови меня в этот день, храни уста мои, храни глаза мои, и я прошу, Господь, будь моим Богом и направляй меня. Возвращаясь с работы, попробуйте прийти и сказать, Господи, спасибо тебе. Многие, слава Богу, у православных, они сделали очень легко. Ты садишься за пищу, говоришь, отче наш, ты уходишь из дому, говоришь, отче наш, ты уходишь из дому, говоришь, отче наш, то есть везде, ты можешь, это одно лекарство, отче наш, да, но хотелось бы, чтобы наши отношения с Богом были открытыми, и нас, но то же самое, не расслабляли нас, а он всегда с нами, я понимаю, что Бог со мной, если я, его дитя, он всегда со мной, говорит, где бы ты ни пошел, где бы ты ни был, я посылаю ангелов своих, чтобы хранил тебя на путях твоих, то есть я понимаю Писание, я его провозглашаю, но внутренне, насколько я дисциплинирован в этом, ваша домашняя группа, вы собрались, перед тем, как бы еще ждать всех людей, взять и помолиться, чтобы людей, Бог благословил людей, которые спешат на домашнюю группу, благословить их, да, перед тем, как вы расходитесь, подождите секунду, не убегай, не убегай, но мне нужно убегать, быстро, быстро, подожди, две секунды, мы тебя благословляем, мы тебя, знаете, начать эту вот жизнь христианского положения, кто я такой, кто я такой, написано, вы на всяком месте, прошу, чтобы мужи совершали молитвы, да, на всяком месте, я не говорю сейчас молитву, которая у нас, может быть, планированная, да, каждую среду там, или там еще по домам, когда мы идем домой, идем спать, и все остальное, я не говорю за это, я не говорю за те молитвы, которые делают молодежь в университетах, 45 секунд, например, там встать на колени, помолиться, 45 секунд, знаете, сколько длинная эта молитва, очень наша, ты быстрее прочитаешь, вот, я говорю о дисциплине, для меня это очень важно, все начинается, фактически слово ученичество, а ученичество от слова учить, да, и не только обнимать и практиковать, на английском языке это discipleship, а слово дисциплина, да, вот слово дисциплина, и ученичество начинается с дисциплины, мы говорим, мы сидим в школе, мы пишем, а, б, ну, повтори еще раз, еще раз, еще раз, когда я был в Африке, когда вот нас позвали эти африканские евреи, которых обнаружили буквально там в 80-х годах, сейчас это открылось очень сильно, они захотели, чтобы мы пришли, их научили именно еврейским корням, мессианским корням, причем, при том, что мы как бы связаны с христианством, но они хотели бы, чтобы это было, отобразилось в их жизни, они просто сказали, смотрите, мы хотим, чтобы учили наших мужчин, женщин, и, пожалуйста, там, типа, Рэбе Валентин, вы там не учите женщин, учит женщин ваша жена, там такая, ну, у них своих правила есть, да, но они говорят, все, что вы учите, все, что вот, принцип там, как должна функционировать мессианская община, мы хотим, чтобы вы подтверждали это на основании Писания, то есть на основании, то все, что по Писанию, мы будем принимать, все, что там, ну, так, типа, это, предание отцов, там, типа, такое все, первое началось, почему, зачем носить кипу, да, вот, ее ты носить не должен, фактически, то, что сейчас я имею на голове, мы не можем найти в Писании, чтобы это было, вот, яма Каббала, да, покрытие постоянно, это уже новшество, которое отображает еврейский, ну, принадлежит к еврейскому народу, но там написано, покрывай голову свою, да, при чтении Торы, то есть некоторые моменты есть, а если мне придется Тору повторять, каждые две минуты, значит, нужно постоянно ее носить, понимаете, да, например, молитву, когда мы, мы в нашей общине не делаем, потому что у нас фактически, наша кафедра, или фактически весь народ смотрит в сторону Иерусалима здесь, а там, мы говорили, теперь повернемся в сторону Иерусалима, и произнесем молитву Шма, они говорят, а что это за молитва, мы говорим, я начинаю показывать во второзаконе, исход, еще и так далее, да, слушай, Израиль, Господь Бог, Бог один есть, то есть это наше провозглашение, мы говорим, что он один, то есть един есть, это Бог нашего, А почему к Иерусалиму? И тут Даниила, поднимаю Даниила, что он трижды раз в сторону Иерусалима молился, все остальное, зачем, άж, вопрос, зачем? Это не дисциплина, это просто, написано, что просите мир Иерусалиму, то есть мы просим миру Иерусалиму, не просто мы не поклоняемся Иерусалиму, а просим миру Иерусалима, зачем просить мир Иерусалима? потому что откройтесь ветхие врата, пускай Господь славит, князь славы сойдет к тебе, да, и мы говорим о том, что Ишуа зашел в Иерусалим на осле, как бы как царь славы, а потом еще молитва, заучивали молитвы, все остальное, дисциплина, и сейчас, когда мы едете на эти общины, вы увидите принцип такой, который вы увидите, они поставлены, в так же самом ученичестве, когда мы говорим об ученичестве, вот поднимать учеников, самое основное, самые простые фазы нашей жизни, это молитва, да, вот простая молитва, она может быть большая, может быть маленькая, но, как мы говорили, основы здесь какие-то, чтобы человек не стеснялся помолиться, даже на улице, замечали, что люди фактически очень стесняются помолиться на улице, остановиться, чтобы кто-то за них помолился, возлагание рук и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, может быть, это не время, не место, но если мы будем стесняться, если мы стесняемся на каких-то малых условиях, да, таких простых вещах, то мы на больших вещах будем сомневаться, мы будем искать все причины не делать чего-то, если мы боимся делать самое малое, эра в шаббаты, я знаю, что многие не празднуют эра в шаббат по причине, может быть, незнания, глубины, что там внутри, но я верю, что дисциплина эра в шаббат, она может заложить в наших детях, в наших семьях основу для Божьего благоволения, некий дисциплинарный такой позыв, чтобы приглашать Бога, иметь отношения с Ним, своей семьей, своей женой, своими детьми, делать какой-то, знаете, праздник для друг друга. Может быть, мы не привыкли к этому, но к этому нужно стремиться, к дисциплине. Вот я верю, что приходит время, когда нам нужно сделать шаг, шаг именно вот относительно посвящения себя на малых вопросах, в совсем простых вопросах, но чтобы это было постоянно, постоянство в служении, в общине, несмотря на кризис, в которую мы переходим. Я верю, что, ну, я вижу, что многие общины, церкви, независимо от деноминации, они проходят кризис. Этот кризис, возможно, пройти только тогда, когда мы согласимся, что этот кризис, он реален, и он может быть преодоленным, если мы будем посвящены, ну, вот, некоторым вопросам нашего воспитания, внутреннего человека. Я также верю, что есть причины, вот, первая причина – это то, что нынешнее бедствие, бедственное положение церквей нужно менять, нужно менять, это безоговорочно. И второе – нужно ясное положение самой всей общины, не только пастора, который хочет сделать. Вот, понимаете, я как служитель, как равейн или как пастор, кто хочет интерпретировать это, как может по-разному, у меня много желаний, но я не смогу их исполнить, если не будет тех людей, которые будут согласны идти в этот путь. Понимаете, да? Ишуа, он говорит, мне должно посетить и другие, да, другие поселения, поселки. А потом говорит, я вот посылаю по два, идите именем моим это делайте. Принцип, заложенный в самом вот воспитании учеников. Я думаю, что вот это очень важный вопрос. Есть еще какие-то дополнения к этому? Есть ли? А ну попробуйте что-то еще дополнить в этом. Знаете, я хочу поговорить о пастора, о служителях. Так, знаете, когда я смотрю на многих пасторов и служителей, я понимаю, что мы очень много знаем. Ну, мы учимся, учимся, все-таки готовим и слово, и обучение. Иногда приходит состояние, что мы присытились. Вот бывает у вас такое, те, кто вот давно уже верующие, слушают проповедь, и вы фактически можете от первых по чуть ли не фраз уже продумать, фактически о чем будет пастор говорить, или служитель говорить, или о чем будут следующие моменты. Да? Из-за того, что мы очень много знаем, мы присытились информацией, которая у нас есть, и мы на самом деле не фокусируемся, не слышим, не слушаем, о чем идет послание. Нам даже бывает такое неинтересно. Зачем нам идти? Зачем идти? Вот, или слушать? Но Бог хочет, чтобы мы не обращали внимание на то, что мы знаем, а что вот есть какая-то мысль, она будет небольшая во всей проповеди, небольшая мысль, которая может изменить наше отношение к другим людям. Мы, как послужители, мы нередко бываем присыщены разными, знаете, вот конференциями. Мы приезжаем туда и слышим, как люди говорят, что у нас то происходит, ну, там, две тысячи домашних групп, у нас там еще группы по интересам, там, евангелисты, там, детские служения, там, все процветающее, все. Я задумываюсь, разве у церкви нет проблем, кроме того, чтобы сказать всем о том, что мы процветающие и все мы преуспеваем? Как решать другие вопросы? Как на самом деле поднять этого ученика? Вот как вы воспитываете детей? Не, начинаешь воспитывать, но на самом деле это... Скажи, да. Вопрос в том, что присытился, то есть в состоянии человека, который присытился, его нельзя назвать учеником. Нет, ему нельзя назвать учеником. Его, точнее, можно назвать эрудит, который собирает какие-то интересные мысли, какие-то интересные слова, то есть он собирает себе в копилку и потом делает рюк. А, это я уже слышал, это мне интересно, это мне знакомо. Дай ему какой-то духовный кроссворд, он его быстро разгадает. Скажите, а вот... Да, а кто из вас, вот, ну, будучи давно верующим, членом какой-то церкви, ловился на мысли, что вам уже больше неинтересно в этой церкви? Ну, было, конечно. То, что неинтересно. Длинное самое время было. Нет, слово тесно, ты бы поймите, к каждому уровню есть свой рост. Каждому человеку он способен принять какую-то информацию. Да, вот. Есть момент, где мы вырастаем, там, где мы растем, больше вырасти невозможно. Ну, да, вот, например, вырасти больше невозможно. Кто из вас не знает, что такое вера? Кто из вас не знает, что такое первые принципы во Христе? То есть вера, что такое надежда, что такое вот любовь, что такое возложение рук, что такое говорение на языках, например, там, или же пророческие дары. Мы все это прошли, мы все это... И кажется, вот, должно это действовать. Ну, где-то еще нужно делать. Где потолок роста? Он же где-то должен быть? Ну, вообще-то на небесах. Нет потолка. Нет, послушайте, мы знаем, мы очень много знаем, мы очень много знаем, поэтому мы ищем того, чтобы узнать это все. Вопрос приходит к такой момент, где мы уже знаем, уже знаем, что такое вера, что такое возложение рук. Мы знаем, что она действует, мы знаем, что она происходит. А потом, мы говорим, нам тесно, тесно. Нас зажимают, либо мы не можем вырасти, мы же не можем высвободить. А знаете почему? Потому что мы не воспитываем других людей, которых Бог нам дает. А можно... А если они не готовы? Вот на тот период времени... А поэтому вы становитесь, как они. Вы воспитываете их, ведь когда дети, как ваши дети, когда вот ваши дети, у вас есть дети, да, вы же сразу не учите их скороговорков, когда они начинают говорить. Да? Вы то же самое. А-а-а-у-у. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все. Смотришь со стороны, и это как бы так оно глупо смотрится. И если у меня нет какой-то промежуток, когда человек реально готов уже услышать, и когда он еще не готов, то есть ты ему там стояла младенцем, кричи ему в ухо, а он тебя не услышит. Это мы так думаем. Это мы так думаем. Нет, это уже проверено. Знаете, я тоже много вещей проверял. Есть у меня друзья, которые... Я уже с ними 10 лет за руку вожу простым вещам. Их начинаю говорить. Иногда как детям нужно говорить, а все. А дело в том, что моменты, где ты говоришь, пробуй со мной вместе. А пока не хочешь? Нет, не хочет... Я просто говорю, что есть моменты, да, ты хотел сказать еще. Я думаю, что понятно 100% что вы должны обучать. Я думаю, что точно так же важно, как и в воспитании детей, точно так же, как и в воспитании учеников, мы должны сами быть на инфраструктуре. О, да, да. И тут вопрос уже касается не то, что ты знаешь, а то, что ты делаешь. Если то, что ты знаешь, так еще и делаешь, так еще поступаешь, 100%, ты уже можно сказать, что ты уже являешься примером. И ты уже можешь передать, и твои слова могут быть услышаны и приняты, и ты можешь уже воспитывать ученика. Ну, чаще всего, когда ученик вырастает, он пытается стать лучшим своего учителя. Замечательно. Он пытается. Нет, здесь, в этом мире, знаете, Ишуа говорит, «Дела, которые я творил, вы совершите еще больше совершать». Поэтому есть момент, где можно прыгать выше. Но это не значит, что ему ничего не было невозможным. То есть, помните, как я сегодня, ой, вернее, несколько дней назад говорил, есть ли что Богу невозможного? Вот видите, вы не были на проповеди, наверное. Есть. Две вещи, которые Богу невозможно. Это даже три, можно сказать. Это отречься от самого себя, он не может. Лгать тоже не может. И отречься от своего народа, говорит, никогда. Я уверен, что для любого ученичества должна быть создано необходимое условие. Да, вот как в семье. Либо мы их создаем, либо мы не создаем. Связь с пробуждением и обновлением это возможность членам общины быть утвержденным во Христе, в Мессии. В первую очередь. Потому что мы должны дать отчет о своем уповании. Любой человек, которого вы достигаете, он должен спросить тебя вопросы, которые самые глупые, например, о твоей вере. Ты должен иметь не плавающий ответ, а четкий ответ. Буквально вчера мы были в гостях у одних людей, и у нас завязался неприятный разговор с человеком, который начал говорить, какая разница вообще, евреи, не евреи, чем отличаются эти люди, все такое. Мне все равно, хоть я сегодня христианин, завтра я могу быть мусульманином, какая разница вообще в вере. Это все как бы религиозные прибамбасы, все остальное. И чувствую, что споры с этим человеком, они не нужны. То есть она, это как кидать свой бисер перед людьми. Но при всем этом, знаете, они говорят, вообще кто вообще Библию написал? Я сейчас сегодня свою напишу. Затем 10 человек соберу, мне скажут, что я бог. Типа такое, какие-то глупости, знаете. Я, конечно, задал ему простой вопрос. Откуда ты знаешь? Я спросил его, когда он родился, да, он сказал там, в 74-м году, там, не с какой день. Я говорю, вообще-то, это абсурд. Он говорит, Ну, ты же не помнишь, когда ты родился? Ты что, помнишь, когда ты родился? Он говорит, нет. Я говорю, кто тебе сказал об этом? А вот есть документы. Я говорю, у нас тоже есть документы. Вы понимаете, да? Мне мама сказала, то есть, и нам тогда сказала, нам с нами поделились. вера, она не того, что ты увидел или ты пережил. Вера от того, что ты принял. Вот. Вот как эту информацию передать? Как возможно это сделать? То когда, когда члены общины, они будут готовы, то есть, дать ответ, за свое упование. Кто такой Христос вообще? Он был, он не был. Какие вообще? Для чего вообще он пришел? Что он сделал во моей жизни? Вы понимаете, да? То, что мы иногда говорим о свидетельстве нашем, что вот мы были наркоманами, и Бог нас спас, и все остальное. Многие так же сам могут сказать, что я был наркоманом, я прошел реабилитацию у психиатра, и все остальное, и я стал свободным. Какая разница между то, что сделал Христос с тобой, и там тебе просто мозги промыли, и доктора, которые у меня тоже с тобой поработали, почистили, да? Или там, я был алкоголиком, я молился там, и мне была ломка, и Господь пришел и освободил меня, я помню это дело. А то вы сказали, говорит, ну да, меня взяли, как там, закодировали 20 лет назад, вот я уже не пью там 20 лет, да? То есть какая разница? В чем? То есть иногда своим свидетельством, которое в нашей жизни, мы не сможем убедить человека. Другими словами, иногда мы эмоции, эмоционально пытаемся доказать людям, что мы пережили. Я считаю, что такая проповедь или Евангелие такое, она возможна, она нужна, но в сущности ведь не это же нас убедило в том, что вы Христос, а осознать, что ты грешник, что тебе нужен Бог, что есть что-то за пределами этой жизни, за что нужно будет отвечать. И вот чувство, что ты кому-то всегда должен, да? То есть попроси прощения, что ты сделал не так, оно остается внутри. То есть совесть у людей все равно она есть, как бы она не запачканная была. Какие бы ни политики, какие-то еще, там вероубеждения, все равно есть зло, о котором мы говорим. А если есть зло, если есть темные силы, если есть та сторона, в которой ты думаешь о том, что есть какие-то там шептуны, колдуны и все остальное, оно реально. Я тогда говорю, если эта часть, я думаю, что это реально, ты веришь в это, можешь ли предположить, что есть еще и свет? Ну да, а какой он должен быть? Вот что ты думаешь, каким он должен быть, этот свет? И, конечно же, основным положением это и Библия. Дух Святой является для нас, вот те, кто вот ученики Мессии, наверное, самым, самым убедительным основанием. Вот услышите меня правильно. Я вот лично, я верю о том, что крещение Духом Святым необходимо для человека, для того, чтобы он имел силы пройти трудности. Не говорение языками помогает нам пройти трудности, потому что я понимаю, что там больно, и ты начинаешь говорить там что-то еще. Я понимаю, можно от боли это говорить, потому что там больше ничего не можешь придумать. Понял, что это молитва, но это больше, чем говорение на языках. Дух Святой, он выражается, то есть, иначе ты не поймешь, что человек крещен Духом Святым, как только, когда он начинает говорить им, да, вот этот, но я верю, что Дух Святой помогает пройти трудные положения, и когда мы конфронтируемся врагом, да, относительно нашей веры, у нас есть четкое положение, что мы внутри, мы знаем, что мы святые, что мы искупленные, что мы его дети, что наше имя записано в книгу жизни, что мы посажены с ним на небеса. Как бы мы туда ни проходили, это у нас есть четкое основание, да. Да, твердое, твердое обстояние. Я знаю те люди, которые отдаляются от Бога по разным причинам. Может быть, они крещены Духом Святым, но они, что их обличают, но они не реагируют на обличение, да, они не возвращаются обратно к Богу, они отдаляются. Помните, я в эту субботу говорю о надежде, да, либо надежда, она нас приближает к Богу, а там написано, что удаляющийся от Бога не имеет надежды, да. А есть люди, которые удаляются от Бога. Другими словами, они не думают о том, что есть Бог, который, он видит все, он знает все, и чаще всего тот вот декатор, Дух Святой, он говорит тебе о том, что подожди секунду, все записывается, все пишется. Не забудь, что есть ангелы, которым стыдно за твое поведение, как ты разговариваешь, как ты себя ведешь, что ты делаешь, как ты работаешь. Знаете, вот мне больше всего на самом деле удивляют христианские работники. Честно, я вам скажу честно, мне иногда легче работать с неверующими людьми. Вот, потому что они как будто это самое, ну, как будто ты их на них, все, я от вас требую это. А христианские начинают там, пастырь, ну ладно, ну, бывает же все, ну, как бы так. И думаешь, ну, Господи, как научить людей, что все, что ты не делаешь, делаешь как для Господа. Так он так и делает, вся такая жизнь. Я так же самое евангелизирую, так же самое проповедую, так же самое поднимаю учеников, так же самое я живу, так же самое я молюсь. Ну, Господи, ты же видишь все, ты же любящий Бог, я все, все мне прощаешь, все мне позволительно, все мне сходит с рук. Я прохожу к тебе каждую субботу, и все хорошо. Я понимаю, что Дух Святой это тот индикатор, который дан нам, который фактически нас обличает. Потому что он дан нам, чтобы обличить этот мир, мир, в котором я живу, в котором я живу. И это включает и меня. Мои согрешения, которые я делаю, да, он обличает меня. о правде, да, о чем? О грехе. И о чем? Как вы думаете, будучи вы спасены, вы не думаете о суде? Думаете. Думаем. А суда, когда мы что-то сделали, нагрешили, думаем, Боже, только чтобы не попасть туда. И мы сразу бегом на покаяние, моя чува, по господи, мы там подключаем друзей, помолитесь со мной, чтобы я прошел этот путь и так далее. Господь прости. То есть фактически Дух Святой это обличает. Дух Святой должен быть частью ученичества. Обязательно должен частью ученичества быть. Если мы имеем как ученики, Дух Святой, Он помогает нам пройти. Мы говорили с любовью о том, что вот живем в последнее время. Ощущение, как будто живем в последнее время. На самом деле каждое поколение, помните, я говорил, что община или церковь родилась в кризисе, да, в таком. И каждое поколение чувствовало, это последнее время, это последнее время, это последнее время. Как вы думаете, те миллионы евреев, которые проходили через Освенцум, для них это все, это все, последнее время. Это последнее время. Верующие в Мессию евреи проходили через Освенцум. Дети Леона Розенберга, который основал мессианскую общину здесь, в Одессе, у которого были плоды и все остальное, несмотря на то, что они были христианами, верующими евреями, были сожжены заживо по одной причине, были евреи. Вопрос они задавали ли они себе? Точно в последнее время. Мы живем в последнее время. Потому что все было написано в Откровении Иоанна. И так же самое во времена Нерана. В других временах преследования, иквизиции, и всего остального, чуть ли не каждое поколение, они чувствуют себя, как будто они в последнее время живут. Почему такое чувство? Почему такое должно быть чувство? Как вы думаете, почему оно должно? И кто это чувство нам делает? Мы здесь пришельцы из Северной. Мало то, что мы пришельцы и странники, Дух Святой делает так, чтобы мы не расслаблялись, бодрствовали. Время последнее, оно лукаво, время бежит. То, что мы делали 10 лет назад, 15 лет назад, сегодня приходим, не то, что не актуально, оно уже ушло, ты не повернешь его, не вернуть его обратно. Сделать то же самое, что мы делали 20 лет назад невозможно. А сейчас сделать, что мы можем делать сейчас? Если мы будем расслаблены, опустим наши руки, мы ничего не сделаем. Дух Святой, Он здесь, чтобы на самом деле нас подтолкнуть, чтобы мы бодрствовали. Поэтому Павел говорит, и хочу, чтобы вы всегда молились Духом. Духом молились. Вот для этого я спросил вас, кто из вас вообще в своей дисциплинарной жизни сделал такой вот момент, вот помолиться, поблагодарить Бога? Кто из вас вообще, вот даже попав, например, на тот же привоз, вы получили какую-то хорошую сделку или там что-то еще, выторговали чуть-чуть. Сказали, Господи, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо, что ты указал эту женщину, которую я смог выторговать чуть-чуть. Вы поймите, но видите, да полцены, услышьте меня, вот услышьте меня правильно. Если мы с малым остаемся вверх, в самом малом, простых вещах, благодарны Богу, Он больше нам откроет. Он больше даст нам, мы тогда будем ходить, как мы говорим, в Духе, мы будем знать, где вот наша дисциплина, мы понимаем, что там грех, Он нас обличает во грехе, мы обратно, мы делаем пшеву. Вот так нужно воспитывать на тех людей, которые приходят на наши домашние группы, так нужно наших детей воспитывать, и так далее. Не всегда получается, но я вам скажу честно, я кидаю вам вызов, вот на этой неделе, пускай это будет передъем кипуром, сделать это. Как раз вот момент здесь покаяния. Передъем кипуром важно раскаяться, свою шуву совершить. Каким образом? Чем мы ближе приближаемся к Богу, тем больше у нас надежды. Надежда, что наше здоровье справится, и так далее, и ситуация изменяется. Это не просто болтать языком, а на самом деле попробовать поговорить с Богом. Я вспоминаю, когда у меня были очень сложные времена, когда я был в армии, и помните, я говорил, что я фактически вырос на подпольных таких передачах и так далее. И я видел, как люди молились, я знал таких людей, которые вот примеры моих друзей. И я понимал, что в сущности мое выживание в армии, верующим человеком может быть только через молитву. Я вставал еще засветло, пока там 6 часов был подъем. Я вставал чуть раньше, я шел в туалет, я вставался на колени, и говорю, господи, я не могу. Где ты видел еврея с лопатой? Страйбад, это была такая ситуация. Я весил килограмм 55 или 60 вообще. Я не мог, но говорю, но понимаю, господи, у тебя есть ответ, что сверх силы не дашь, но дай мне выжить, я просто молю тебя. И вот это моя молитва была, понимаете, да? И она простая в таких моментах. И когда я смог попасть в баптистскую церковь, которая была в Самаре, познакомился с молодежью там все. Мы начали молиться, там, как всегда, есть служение молодежное всегда было, знаете, там все чинно, все четко так далее, помолиться так. А я молюсь, папа, спасибо тебе, что сын твой Иисус, он друг мой, и я благодарю, что с этим другом всегда хорошо. Они меня останавливают и говорят, как ты молишься? Вообще, говорит, надо иметь благоговение пред Богом, он же царь там все. Я такой, а я по другому не молился никогда. Вот такие простые какие-то молитвы. Я понимаю, что Бог ищет искренности, Бог ищет вот это вот состояние духовного отношения. Нам Дух именно дан на этом положении. ученичество может основываться на вот этих простых базах. Это то, что когда ты молишься, то есть дисциплина, и второе, как бы, это Дух Святой, который Он нас обличает. И я вам скажу так, честно, нам нужно прислушиваться Духу Святому. Нам нужно прислушиваться Духу Святому. Не просто как бы мы... Как только приходят сомнения, никакого сомнения относительно какого-то дела, например, какой-то позиции. Лучше сказать нет. Лучше сказать нет. Да? Я не имею в виду относительно добрых дел. Чаще всего, знаете, это лень говорит, больше всего. Я не хочу делать, я в следующий раз. А какие-то сделки, какие-то, например, ситуации, вас просят что-то, ну, там, сделать по работе, там, что-то еще. Знаете, вот такой, подожди секунду, подожди, не торопись. Или, например, вы идете, переходите дорогу, и тут раз резко так, надо секунду, надо остановиться почему-то, да? Или же там такое состояние, где вспомнили, ух, надо сестре там, надежде позвонить. А, ладно, потом, в следующий раз. Знаете, в этот момент надо очень быть аккуратным, сразу быть, ну, вот, делать это, несмотря на какие-то такие ситуации, нужно, как бы, есть причина или нету. Я вам расскажу один пример. Я не знаю, что Бог делал. Я помню, я ехал с Киева, и на южной части Киевского вокзала я пошел к Узатухату, я сел присел там и смотрю рядышком люди, что-то так сильно спорят, спорят. Я хотел уходить, а у меня как раз последние деньги это в 100 долларов, если это самое, ну, не то, что последние, не разменял, а по 100 долларов лежит в кармане. Я уходить от Бога говорит, подожди, отдайте деньги людям. Я их не знаю. Знаете, вот, я их не знаю. Кажется, вы что-то так раскидываете с деньгами. и так далее. И знаете, вот такое состояние было, я понимаю, что глупо смотрится и как с ними поговорить вообще об этом. и вижу, третий человек от них ушел, а они, жена с мужем, видно, там они в таком расстройстве сильном, печальной такой ситуации. Я говорю, и поворачиваю, извините, не трогайте нас. Я говорю, как же еще сказать им это все? И я говорю, я ничего не хочу. Не нас не трогайте, не трогайте все. Я говорю, господи, я, да, не то, что это самое делать. Я говорю, вы меня просите, я ничего от вас не хочу, я раввин мессианской общины и я, я не знаю, что у вас произошло, но я хочу вам дать денег. Я говорю, я не знаю, я знаю, я понимаю, что у вас что-то произошло с бизнесом не очень хорошее, у вас какие-то разы, они такие, да, да. Я говорю, мне все равно, какую церковь вы ходите, но я знаю, я чувствую, что от Бога дать вам деньги и Бог хочет сказать вам, что все изменится и вы определитесь в Боге и все изменится. И я им дал деньги и ушел. Я не знаю, что произошло, друзья, я не знаю. У меня, у меня, у меня билет был, домой доехать, но у меня был билет. у меня таких вещей было очень много, когда Бог мне посылал к людям просто стучать в двери, извините, я идиот, конечно, но, я хочу вам, да, я хочу спросить, у вас все в порядке? Вот такие, или в больницу прийти. Я знаю, что я чуть-чуть как бы так осуетился, знаете, вот я и служитель, и пастырь, и школа библейская, и одна община, вторая община, и все остальное, но я хотел бы, чтобы каждый из вас был открыт Духу Святому, Духу Святому. Вы можете сделать намного больше. Быть дисциплиной в своей молитве, простой молитве, даже за детей, когда дети выходили в школу молиться, я говорю, подожди, вы не можете бежать в школу, пока я за вас не помолюсь, руки благословляю, благословляю, пускай тебя Бог благословит. Они пришли, я их обнял, как дела там все. Я думаю, что нам любую возможность, которая у нас есть, нужно с благодарением Богу приходить. Я вам гарантирую, вы начнете практиковать это в вашей жизни, как жизненный процесс, и вы почувствуете, как вы приближаетесь к Богу, вы почувствуете, как вы приблизитесь к Богу. И это ученичество. Все остальное, вот там момент веры, доверия к Богу, оно приходит тогда, когда ты начинаешь приближаться к Богу. И вот это, помните, я говорил, надежда, убедительная надежда, надежда, которая не постыжает. Оно стыдно. Вот когда, обращаясь к людям, как идиоты, ну типа, что у вас произошло, мне Бог сказал. Знаете, как в том анекдоте, это самое. То есть, какая разница, то есть, как там еще, как называется, когда человек говорит с Богом? Да, когда Бог говорит с человеком? Шизофреник. такое состояние, как будто ты шизофреник, шизофреник, да? Но я верю, вот есть разница между людьми, которые приходят, вот знаете, бородатые и все остальное, там, типа, я Христос, слушайте меня, там, типа, у меня к тебе есть слово, там, типа такое, да? Есть разница между тем, что ты, как эти люди говорят, и что они говорят, от Духа Святого, да, как бы они говорят, либо быть смиренным. Я верю, что смиренный человек, и который, для него неловко, для него неловко, вот себя со стороны посмотреть, что ты на самом деле глупо выглядишь, что ему это стыдно, и он находит слова, которые можно сказать этим людям, да? И мы, Вадимы, Духом Святым. Я верю в это, что вот эта грань человечности, да, и сверхъестественная, она между собой входит, вот, знаете, как Христос, он, он и человек, и Бог в одном теле, да, вот, и он сострадание имел, и он понимал, он додавал вопросы, да, такие, какие-то такие, а что ты думаешь, а что ты обо мне думаешь, понимаете, такие моменты, знал, конечно же, он знал, что эту девушку, которая привели прелюбодеяние, ее не убьют, он понимал, но он делает вызов, он говорит, кто без греха, кидай первый камень, ух, сегодня, знаете, сколько бы нашлось таких праведников, тебя бы уже, гора бы была бы спокойно, мавзолей целый был бы, куда это только возможность, если бы я сказал бы, типа, имейте право забить пасторя камнями, там, что-то без греха, то есть, как бы нашли бы, сказали, его грех больше, чем мой, я готов закидать, до всего, ну, в сущности, вот так вот, да, мы сейчас помолимся, сделаем перерыв, потому что у вас еврит, а завтра у вас домашние группы, я, как бы, прошу вас, сделайте все возможное нашим классам, прилепитесь к одной из домашних групп, будьте, помните, смиренными, вводимы Духом Святым, и вы посмотрите, как Бог будет делать много работы, это класс, этот класс взаимодействия, то есть, лидерство во взаимодействии, вы прилепляетесь к домашним группам, которые во взаимодействии, и я верю, что нам много еще есть работы, над чем поработать. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!